Псалом 2. Собъяснение. Пророчество о Царстве Сына Божьего. Описывает Псалом 2. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царям моего над Сионом, святую горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным и сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть на пути вашем. Ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него. Духовное путешествие, изучение Псалма 2 и Царство Мессии. Откройте для себя духовную глубину Псалма 2, поскольку он продолжает предыдущую главу, фокусируясь на личности Спасителя. Исследуйте Царство Давида и погрузитесь в тему благодати, спасения и Божьего мира. Подпишитесь, чтобы получать более глубокий контент о библейских учениях. Объяснение на Псалм 2. Пророчество о Царстве Сына Божьего. Псалм 2. Являясь духовным продолжением предыдущего, первого Псалма, он переходит от нравственных уроков к евангельской теме, сосредотачивая внимание на личности Спасителя. Он рисует перед нами образ Царства Давида, Царства, обреченного на великие дела, но столкнувшегося с неопределенными препятствиями. В этом Царстве проглядывает божественное предназначение. Именно поэтому Псалм 2 считается пророчеством о Царстве Мессии, сына Давида. Вдобавок, именно в этом, в провозглашении величия грядущего Царства Мессии, заключена главная цель Псалма. Вместе с тем, примечательно, что в сравнении с другими Псалмами евангельского характера, Псалме 2 прообраз Царства Давида уступает место образу Царства Мессии. Большинство его стихов непосредственно относятся к Христу, показывая глубину богословского значения этого произведения. Безусловно, некоторые стихи просто невозможно применить к Давиду. Взять, например, строки «Ты сын мой» стихи 6-7, «И дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе» стих 8. Эти слова относятся к Христу. Деяния 4 глава 25 стих, 13 глава 33 стих, евреям 1 глава 5 стих. А в то время как в контексте царствования Давида они были лишь метафорой, символом божественного благословения и покровительства. Песня о грядущем царствовании Иисуса Христа. Псалм 2 является не просто историческим описанием, а проникновенной песней о грядущем царствовании Мессии, о том, как Он преодолеет все препятствия и восядет на престоле справедливости. Это песня о божественной власти, о том, как царь царей победит всех врагов и осуществит свою волю. Не случайно в Псалме 2 звучит могущественная и вдохновляющая заповедь «Почтите Сына». Это Псалм 2 глава, 2 стих, Псалм 2, 1, с 1 по 6 стих. Эта заповедь не просто призыв к поклонению, но и отражение реальности божественного порядка, где послушание Сыну есть послушание Отцу. Псалм 2 стал одним из ключевых текстов христианской традиции, поскольку он в прямом смысле предсказывает приход Мессии, его страдания и последствующие восхождения на престол славы. Он является не только религиозным текстом, но и источником надежды и силы для тех, кто верит в Спасителя Господа Иисуса Христа. Псалм 2 – пророческое послание. Псалм 2 – это пророческое послание, глубоко погружающееся в судьбу Царства Мессии, Царство, которое воплощает в собой любовь, справедливость и мир. Оппозиция и ее преодоление. Псалм начинается с описания враждебности, с которой встречает народ своего Мессию. В стихах с 1 по 3 мы видим, как народы бунтуют, цари восстают, правители земли объединяются против него. Эта оппозиция, символизирующая силы зла и греха, стремится разрушить основы Царства Мессии. Однако, как говорится в стихах 4-5, сопротивление не сможет побороть правду. Бог, стоящий за Мессией, являет Свою силу, разгневанный на мятежников, и Он, подобно гневу, обрушится на них, раздробив их и победив, как глиняную посуду. Утверждение Царства Мессии. Стих 6 провозглашает установление Царства Мессии, несмотря на сопротивление. Господь утверждает Своего избранника, устанавливая его Царем. Причем, в стихах 7-8 мы видим, как Царство Мессии укрепляется. Оно становится несокрушимым, как небесный храм, а его влияние распространяется широко, как волна, омывающая всю землю. Призыв к покорности. Стихи с 10 по 12 обращены к правителям и царям. Бог призывает их отказаться от сопротивления, признать власть Мессии и стать частью Его Царства. Это призыв к мудрости и к пониманию. Вместе с тем, что служение истине, любви – это единственный путь к благополучию и спасению. Значение Псалма Псалм 2 является мощным призывом к покаянию и смирению перед Богом. Он напоминает, что только через принятие Иисуса Христа, Мессии, можно обрести истинный мир и спасение. Связь с предыдущим Псалмом Подобно Псалму 1, Псалм 2 находится в начале книги Псалмов. Он символизирует необходимость жить по Божьим законам. Притом, Псалм 1 подчеркивает важность подчинения Божьим заповедям. А Псалм 2 призывает к принятию и последованию за Божьей благодатью, воплощенной в Мессии. Вдобавок, Псалм 2 – это пророчество, которое продолжает сбываться. В его основе лежит истина, что Царство Мессии преодолеет все препятствия и установится на земле. Если вам понравилась запись или вы получили слово «Откровение Духа Святого», конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Слова Божьего. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.